Только что приехал с Ростова в Москву. Видите, что на трассе делается. Какие реагенты, какая машина, как будто космоплан прибывший с каких-то далеких галактик. Распаковка. Я ждал запчасти, которые должны были прийти с Японии непосредственно, чтобы это был оригинал, а не просто что-то такое, лишь бы, лишь бы. И вот, оригинал прибыл. Подождать, конечно, пришлось подольше, но ничего. Я заказал оригинальные стойки, амортизаторы на Lexus LS430 2002 года. Также я посмотрел, мне не понравилась выхлопная система. Я её также заказал всю в сборе. Вы видите, идёт распаковка. Достается навьё, чтобы это всё было. И так как моя машинка с 2002 года вообще не подвергалась никаким ремонтом по части подвески, ну и ремонта выхлопной системы, то это первый ремонт. То есть 15 лет прошло, и я решил всё это сделать. Почему я решил? Мне не понравился выхлоп. Начало секти с какого-то там отдела. То есть это начало влиять на шум от машины. Он вообще-то особо и слышен не был, но тем не менее. Я решил всё заменить. Тем более там глянул, кое-что там поржавело. Амортизаторы, амортизаторы. Служили? Долго не служили. Но потом я почувствовал, что при прохождении таких, знаете, больших лежачих полицейских машинка начала задом чухаться. Вот это как раз катализаторы. Новые катализаторы. Можно, конечно, было обойтись и без них. Но я думаю, что если такая у тебя машина, то надо сделать всё так, как положено. А не просто тяп-ляп, лишь бы-лишь бы там что-то сделал. А, едет-едет. Так, это у нас глушитель пошёл. Вернее, выхлопная система. Видите, какие тут... Какие тут... А это непосредственно глушитель. Вот всё мы распаковали. Положили, чтобы вы видели. Вот так всё это выглядит. Можно сказать, красота, которую не видно. Но, тем не менее, она важна для того, чтобы машина работала и вы наслаждались ей. Потому что эта машина для того, чтобы не просто ездить, а наслаждаться. Вот оно всё новое. Итак, сегодня мы производим замену амортизаторов. Как сказали мастера, автомобиль в очень хорошем состоянии. Теперь мы только обновим амортизаторы и поставим новую выхлопную систему. Загоняем машину в гараж. Вот она заходит. Так, это у нас моторный отсек, вы видите. Его надо будет разобрать. Машина, конечно, грязная. Зачем показывают задние сиденья? Оказывается, за задними сиденьями находится крепление стоек. И для того, чтобы заменить задние пневмоамортизаторы, надо разобрать вот эту заднюю сидушку. А впереди мы снимаем с вами актуаторы. Вот они какие. Два актуаторика. Задача их в том, чтобы регулировать жёсткость амортизатора, поворачивая шток. Значит, вот видите, заднее сиденье разобрано. И вон они там стоят. Сейчас всё это будет раскручено. Вот, очень хорошо видно, что машину подняли на подъёмник, сняли колёса. Снимается подкрылок, отсоединяются все эти трубки подачи воздуха. Нижнее крепление отсоединяется. Вот он, какой старый задняя стойка амортизатора. А это передняя стойка. Мне понравилось, они такие мощные. Ух! Вот трубка подачи воздуха находится сзади. Вот она. Нижний болт крепления мы уже открутили. Ну, устал, естественно. Устал за 15 лет. Любая техника устает. А это правая сторона. Нижний болт крепления ещё не откручен. Вы видите старую стойку. А это задняя стойка, правая сторона. Вот так это всё выглядит, да? Ясно, понятно, наглядно. Сняли старую стойку, поставили новую. Вот так это выглядит с левой стороны. Это передняя стойка с левой стороны. Всё сняли сверху, чтобы было удобно делать. Это, вы видите, новый амортизатор. Сейчас будем вставлять его на своё место. Трубка подачи воздуха. Всё как положено. Видите, блестит нафиг. Резина блестит, будет отрабатывать высший класс. Вот, можете посмотреть, какие старые стойки, какие новые стойки. Оценили подвод. Вот всё это там такое. Что мне нравится, что машина очень надёжная в отношении вот этих всех вещей. Надёжная, служит очень долго. И ездит достаточно мягко. Ну, а теперь нам оператор показывает другую сторону. Ну, вот, уже установили переднюю стойку. Как она выглядит. Теперь задняя левая стойка. Вот она, как всё это дело выглядит. Диски. Кстати, по-моему, я и диски поменял, и спереди. Возможно, и сзади. Но спереди точно я поменял. Тормозные. Ну, это расходные материалы. Главное, а кузов. А кузов великолепен. В данный момент меняем всю выхлопную систему. Видите? Сгнили задние банки. Отслаивается металл. Пора пришла заменить. Это трубы, как они всё это выглядят. Возможно, даже в старое ещё и сгодится. Но я решил заменить. Это залили специальной жидкостью для отквашивания ржавчины. Чтобы нормально открутилось. Это вот как раз кислородный датчик. Так называемый лямбдзон. Ну, вот вы видите, что у неё тут творится. Под. Снизу, так сказать. Мы заглянули. Вот сняли выхлопную систему старую. Видите, как она лежит у нас. Напоминает препарированную лягушку. А это старые катализаторы. Видите? Они ещё могут работать и работать. Ну. Я так понял, они уже подошли к тому. Потому что начал зажигаться вот этот как раз чек-ин. Лямбдзон. Вот мы видим место, куда входят вот эти банки. А это мы решили показать два глушителя в сборе. Старый и новый. Чтобы вы видели. Всё так. Они готовы к установке. В смысле, новый. Заодно проверить. Так ли или не так. Что касается катализаторов, они стоят. Видите? Там даже цифры видны. Пропечатанные. Вот. И машина стала легче дышать. Лучше ехать. Ну, естественно, экологию соблюдаем. Вот так выглядят катализаторы. Вот они. О! Уже установлена выхлопная система. Вы видите. Вот она тут вся. Стоит на месте. Молодцы, ребята. Раз, 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 раз. Знают своё дело. Делают быстро. И хорошо. Вот всё. Стойки стоят. Выхлопная система на месте. Вот они. Кислородные датчики. Вы видите, как это всё вкручено. Всё стоит на своих местах. Машина готова. К эксплуатации дальнейшей. Я думаю, ещё отъездит на ней 15 лет. Ну что, вот она наша машинка, да? Её делают так, как надо. Всё это там такое. Выдрали. Лампы. Ну что, вот. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok